К другим темам, компании, которые помогают техникум и колледжам за рамками федеральной программы «Профессионалитет» получат право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Законопроект, разработанный по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева, поддержали депутаты Соконодательного собрания региона. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона. Как сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, стимулирование компаний в форме инвестиционного налогового вычета – это процесс с двусторонним движением. Регион поддерживает предприятия, чтобы они вкладывались в обновление технической оснащенности наших колледжей. Это обеспечивает качественную подготовку кадров, отвечающим текущим производственным задачам. Он также отметил, что действие нормы установлено с 1 января 2024 года. Напомним, ранее по инициативе губернатора налоговую льготу предоставили компаниям, которые помогают в оснащении колледжей и техникумом современным оборудованием в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Инвестиционный налоговый вычет в размере 50% от стоимости имущества, включая денежные средства, безвозмездно переданного учебным заведениям, действует с прошлого года. Сегодня к поддержке техникумов и колледжей привлечены 114 работодателей и партнеров. Отметим, что в реализации проекта «Профессионалитет» Свердловская область включилась по инициативе губернатора Евгения Куйвышева два года назад. Сегодня в регионе действует уже 12 кластеров с участием свыше 50 организаций СПО и более 90 предприятий. А в 2025 году будет дан старт работе 13-го кластера в сфере атомной промышленности, в состав которого войдут Новоуральский технологический колледж и ведущие предприятия ядерного сектора. Уже подписано соглашение о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного центра в Новоуральске в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Продолжение следует...